Друзья, всем привет! Добро пожаловать на борт, с вами Кэп и стартануло новое слияние. Если и раньше я говорил, стартануло новое слияние, погнали, то сейчас вы наверняка заметили, что в моем голосе нет ни капли вот этого заряда энергии. Друзья, скажу свое мнение как игрока. Вот я, если честно, немного устал от таких частых слияний. Да, тут как бы дело такое, не хочешь, не делай, никто не заставляет, но я тот игрок, который делает все, в том числе и этого слияния я тоже буду делать, несмотря на то, что, ребят, сразу же подведу итоги, герой говно. Да, да, еще вчера многие игроки, которые сидят на партнерке, блогеры, выставили по нему видео. Я, дабы сэкономить время своим подписчикам, выпускаю такое коротенькое видео и отвечаю на все самые главные вопросы. Ребят, нас просто завалили абсолютно, не знаю, и группу, и в личку. Так, это не та группа, это не та фоточка. Ребят, в общем, смотрите, что такое порча. Вот игроки путаются. На самом деле, это дебаф, который не делает абсолютно ничего. Если вы откроете официальную информацию, то вы можете увидеть именно вот это описание, которое вводит игроков в заблуждение. То есть, тут написано, что порча наносит двойной урон по героям с этим штрафом. Но, ребята, порча, это, можно сказать, метка, да? Да, конкретно она будет работать для определенного героя. То есть, минотавр, наложив порчу, он будет наносить на 200% больше урона. Что касается нашего зверолова, то, соответственно, его порча, как она будет действовать? Он будет сокращать скорость врагов на 5% и сопротивление на 10%. Также увеличивать урон всего лишь на 10%. Ну и немного, можно сказать, здесь будет штраф лечения. И, ребята, почему герой говно? Первое, то, что на самом деле, да, мы понимаем, что здесь, по сути, зеленый ДД, который не получает допход. Хотя бы, вот если бы он накладывал вот этот дебаф и получал допход, тогда бы было еще более-менее. Да, он здесь заливается на 50%, но по факту на арену мы его не возьмем, потому что он ходит с этого скилла. Также этот герой имеет очень слабый коэффициент урона на его массухе. То есть, да, здесь есть, если действует порча, то на 4 врагов минимум, то игнорит 25% защиты цели. Ребят, на самом деле, все печально в плане похожая ситуация именно с нашим королем Горогом, от которого мы ожидали урона, который, опять же, игнорит защиту, уже 20% защиты. Но здесь стоит заниженный коэффициент урона. То же самое можно сказать о нашем новом эльфе темном. То есть, здесь примерный коэффициент урона посчитали 2.8. Кстати, очень понравился мне видосик от Киргеймера по Руэлю. Он его уже пронес по всем подземкам, показал, по сути, по фактам, что герой ни о чем. Ссылочку обязательно на полное видео прикреплю в комментариях. И да, конечно же, многие делали ставку на то, что герой заиграет именно с Теей, тем самым героем, который сейчас у всех, ну, кто закрыл трудную роковую башню, лежит на складе. То есть, грубо говоря, наш эльф нанес порчу, и Тея нанесла на 200% урона больше, если мы будем брать ту же самую арену, да, 4 противника, например. Да, эта тема работает. Ребят, ну, опять же, это дополнительный слот, который мы ставим исключительно для того, чтобы Тея нанесла урон. И, соответственно, в большинстве случаях, ну, по крайней мере, на высокой арене, это работать не будет. Да, против каких-то супер медленных сопер паков даем штрафы мадамкой, снимаем щиты. Ну, по сути, после мадамки может справиться абсолютно любой герой, подходящий по стихии, у которого там 250 крит урона, 4,5 тысячи атаки, что сделать на лейтгейме очень легко. И, по сути, Тея вместе с нашим новым эльфом, как дамагеры, будет занимать аж 2 слота на арене. А что же касается этой связки в подземках и в роковой башне, ребят, ну, такое себе удовольствие. Я вот проходил исключительно контролем через Машалида, через Фушана, то есть я не выпускал героев из контроля. Кто-то проходит через Пророчицу. А здесь, по сути, мы берем Тею, у которых 5, 5 кулдаун ее масухи, да, которая ударит больно. И, опять же, надо ставить еще дополнительный слот, чтобы она ударила. Поэтому, да, шотать она будет на том же самом 20-м драконе по штрафу защиты, по слабости, под порчей. Она будет шотать волны, но на этом все и закончилось. В общем, ребят, мое мнение, игрокам мидгейма, новичкам уж тем более, собственно, тем, кто не получил арбитра, я не рекомендую крафтить этого героя и вливать сюда целенаправленные ресурсы. Лучше пустите свои ресурсы, вот как раз-таки, для получения арбитра. Прокачайте нужных вам героев для того или иного подземелья. А вот игрокам мидгейма, в принципе, почему бы не скрафтить, если все это будет параллельно. Потому что это уже слияние не из четырех героев, а такие слияния, как показывает практика, на мидгейме делаются без каких-либо вложений. В любом случае, я его сделаю, положу на склад рядом с Тейей до лучших времен. Друзья, будете ли вы его крафтить, напишите в комментариях. С вами был Кэп, всем удачи, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok